Много грязи и ругани было излито на меня азербайджанцами и прочими представителями тюркских народностей, говорящих на русском языке в позапрошлом ролике. Я сволочь, негодяй, я боюсь армянских боевиков и поэтому я защищаю армян. А еще прикольная тема была про то, что русские алкаши. Это сказал один негодяй, у которого три шестерки в Нике. Я его забанил, я конечно баню тех, кто говорит гнусь, и я повторюсь, вы негодяи. А вот ваши лица открылись, прекрасные азербайджанцы, да и армяне такие же вы прекрасные. Мы же русские для вас все русские алкаши, да? А еще русские свиньи, да? А ведь это русские построили в союзных республиках, больницы, школы, предприятия. А потом в 90-х русских резали, выгоняли, кричали русские алкаши и русские свиньи. Я этого не забуду вам никогда. Я не один такой. Вы вскрыли свои лица, я вам за это благодарен. Что ж, и этот ролик не для вас, не братья. Этот ролик для русских людей, для коренных народов Руси, да, для всех разумных людей. Для тех, кто превыше всего ставит не национальную и религиозную принадлежность, что является фашизмом, а для тех, кто ставит во главе угла цивилизованность, что ли. Цивилизованность, да. Здравствуйте, друзья. С вами снова я, Захарович Блаженный. Подписывайтесь. Если вы не шизанутый фанатик, ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите мой труд, если вы согласны с моей точкой зрения. У вас есть такая возможность. Если вы решите это сделать, данные вы найдете в описании к ролику. И там же вы найдете ссылку на запасной канал на случай. А то был уже страйк у меня недельный не так давно. Вот. И вот такие, в общем, дела, друзья. Вот слово паразит. Мое словечко паразит. Знаете, я в этом конфликте на Горно-Карабахском, я последний раз снимаю ролик об этом. Я не за армян, не за азербайджанцев. Я не могу быть за армян, потому что армяне заняли огромный кусок земли и изгнали оттуда огромное количество этнических азербайджанцев. Изгнали, изгнали, изгнали. Вот. А теперь приходит как бы возмездие. Но я не могу быть за азербайджанцев и не буду, потому что азербайджанцы взяли в союзники турок, а потом, во-вторых, азербайджанцы первыми в этот раз совершили агрессию. То есть напали азербайджанцы. И кровь проливать начали они вместе с турками, с какими-то гнуси, наемниками из Сирии. Ну, то есть самый смрад. Вот. И когда я вижу вот эти вот комментарии, прославляющие величие азербайджанской армии, у меня смех пробирает. Да вы, ваши солдаты на часах спят, азербайджанские. А потом, если вы такие крутые, зачем вам Турция? Почему вы один на один с Арменией не схлестнулись? Ну, у вас это в обычае, видимо, да? Вызывать какого-нибудь простодушного русского дурачка раз на раз, а потом выбегать толпой и пинать его до смерти. До смерти. Потому что за убитого русского дадут меньше, да? Да, я сейчас говорю несколько, может быть, российские слова, слова, которые антирусскими людьми могут быть признаны экстремизмом. Русские же рождены, чтобы быть, да, вот для вас служащими, да? А когда придется пушечным мясом, да? Не, хватит. Построили для вас больниц и школ достаточно, я считаю, более чем достаточно. Я прочитал русские алкаши от прекрасного азербайджанца. Что ж, придет время, ну, и Бог воздаст вам за эти слова, и вам, и всей вашей прекрасной стране, и всему вашему народу. Впрочем, я знаю, что к русским вообще все вот эти малые народы, которых русские когда-то выращивали, учили, вытаскивали из реальной дикости, из каменного века и феодализма, эти прекрасные народы все считают русских алкашами и свиньями и так далее. И я знаю про ваши отношения. Еще бы, пока вам это позволено, пока власть находится в руках у откровенных русоненавистников. Не русофобов. Ну, может быть, они и фобы, но они и ненавистники. Они боятся и ненавидят русский народ. Вот у кого власть над РФ, где, к несчастью своему, оккупирована РФ и полумертвым русским народом. И каждый, кто сегодня называет русских людей русскими алкашами, не просто для меня враг, это подонок. Подонок, который пинает полумертвого. Когда Русь была сильна, никто из вас не смел такого говорить вслух, правда? А сейчас вот. Что на самом деле произошло в Карабахе? Теперь мне это ясно, как белый день. У ликвидатора, у парика на потайных каблучках задача главная одна. Дорушить остатки того, что когда-то было Российской империей. Затем после геноцида русского народа и украинского, и других славянских народов это стало Советским Союзом. И добить вот остатки. Добить то, что когда-то было дружбой народов. Добить и уничтожить. Обескультурить полностью. Сделать, оглупить. Вовлечь в религиозный фанатизм. И свести с ума. Это война Каганата. Ведь нету Руси сейчас. Она есть, но она оскована, пленена, усыплена, отравлена. Есть Каганат. И Каганат действует не в интересах Руси, безусловно. Ну что вы, какие там интересы Руси? И не в интересах России. Путин, безусловно, знал о готовящейся войне за Карабах. И, возможно, он даже обсуждал ее с дружище Мордоганом. Я не удивлюсь. Для меня это теперь ясно как белый день. Это было нужно и чтобы приструнить Армению, и чтобы разрушить окончательно так называемую дружбу народов. Кровью все залить это они вообще обожают. Хлебом не корми. Но главное, чтобы ни Армения, ни Азербайджан, ни вообще за Кавкази больше не поворачивались к Руси. Задача выполнена на пятерку. Война прошла отлично. Вот, собственно, так оно все и есть. Я не на стороне армян. И не могу быть на стороне армян. Ведь они сделали беженцами десятки, если не сотни тысяч человек из этого Карабаха в свое время. Я не на стороне Азербайджана, представители которого называют русскими алкашами. И не могу быть. Нет, не из-за этого гнилого фашистского оскорбления. Я знаю, что слишком многие из вас фашисты. Представители малых национальностей и народностей, они все фашисты. Да, потому что... Ну, не все, но многие фашисты. Потому что, конечно, вы всегда группируетесь за своих и так далее. Это у русских еще какая-то цивилизованность. Там в голове что-то вертится. Какие-то понятия справедливости. Впрочем, это уже проходит. Наносное проходит. Чем более дик человек, чем более дико его сообщество, тем более хорошо они будут жить в Арафистане. В оккупированной, отобранной у некогда великого народа земли. Вот. Напоследок скажу, это для армян маленькая деталь интересная. Это проскальзывало даже в средствах массовой информации, друзья. О том, что началась зачистка армян. Откуда-то из прокуратуры начали выдвигать людей с армянской национальностью и так далее. Ну, как бы тут все как бы сшито белыми нитками, понимаете. Каганат начал перестановки, территориально-политические перестановки. Ну и сыграл Армении как разменной картой. Вот. Так что, уважаемые армяне, Путин не на вашей стороне. Вот. Вот, уважаемые люди коренных народов Руси, Путин нам не вождь. Путин наш ликвидатор и уничтожитель. И не только нас, но всего наследия богатого и могучего, которые наши предки, роды их, роды их, рода, веками собирали. Вот. Представляете, один маленький на потайных каблучках, как уничтожил все. Десятки тысяч руинизированных предприятий. Земля, которая раздается направо и налево. Это кто там собиратель земель русских? Это за Крым, да? В итоге чует мое сердечко. И Крым придется возвращать, еще много чего отдавать. Какие там Курилы и Сахалин. Сейчас Китай заберет всю Сибирь. От собирателя земель русских. И Каганат и его подарок. Так и будет. Что ж, друзья, простите меня за резкий эмоциональный ролик. Я не фашист, не нацист и не расист. Я вообще полукровка. Во мне помимо русской есть еще еврейская. Да, привет антисемиты. И чувашеская крови. Вот. Чему я рад. И просто меня вот это отвращает. Ведь на самом деле фашистами и нацистами, как правило, являются те, кто громче всего об этом кричит. Представители малых народов. В РФ это, как правило, народы Кавказа и Закавказья. Они с такой готовностью орут любому представителю не их народности. Ах ты фашист! Что это наталкивает меня на подозрение. Сами вы фашисты. Что ж, друзья, если вам любо, что я делаю и что я говорю, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду на то воля ваша, поддержите мой труд. Если кто-то будет писать гадости про русских или про меня, я буду немедленно это банить. Азербайджанские солдаты безусловно хуже армянских солдат. Повторюсь, иначе Азербайджан не прибегал бы к помощи Турции. И первая война в Нагорный Карабах это наглядно демонстрирует. Армения, в несколько раз менее населенная и меньшая по размеру и менее вооруженная, чем Азербайджан, уделала в тот раз Азербайджан. Единственное, будь они благороднее, добрее и гуманнее, не было бы второй войны, не было бы беженцев, был бы многонациональный Карабах и жили бы все в мире и согласии. Но нет, понимаете? Злоба толкает ответную злобу. Жадность и низость толкают на ответную жадность и низость. Я же скажу одно. Каждый, кто говорит словосочетание «русский алкаш» является моим личным персональным врагом. Насмерть, до смерти. Я ненавижу врагов русских, хоть я и полукровка, но ладно. Я не расист, повторюсь, я не нацист, я не религиозный фанатик, я не экстремист, я нормальный здравомыслящий человек, который видит реальность и рассказывает о ней так, как он ее видит. Я честный человек. И, безусловно, скажу напоследок, я, конечно, на стороне русских, потому что я русский. А если вы, азербайджанец, и решите написать мне гадость в комментариях или про русских, какое-нибудь очередное оскорбление, будьте любезны, пишите на своем родном языке. Русский язык великий и могучий, трогать не надо. Что ж, много всего я получил от этих прекрасных национальностей. Очень много Россия, матушка, получила добра от и того, и другого народа. Вот. Ну, а это война Каганата. Вот и все. Это не русская война. И это даже не война Армении с Азербайджаном. Это раздербан трупов. Вот так вот. Помогай нам Бог, друзья. Для меня нет деления на национальность, есть деление на то, здравомыслящий вы человек или нет, негодяй вы или благородный. Есть у вас совесть и душа, или вы ее где-то потеряли. Да мне алкаш ближе, алкаш, у которого есть совесть и душа, чем вот эти чистоплюйчики, которые всегда считают и мнят себя правыми. А ведь это не так. Что ж, доброго дня. Да заберет Господь Бог скорее мою жалкую жизнь обратно в облачный мир или куда рассудит. Уж больно мне неприятен рот людской. Какие же в большинстве своем вы. Вот. Доброго дня, друзья. Пойду обратно в свое одиночество и скорее бы Господь Бог прибрал меня подальше от вас. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»